Привет, с вами Sawyer. Это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня поговорим про полиморфизм. Рассмотрю я полиморфизм в JavaScript. Мне кажется, это интересно. И первое, что хочу сказать, что очевидно, динамическая природа JavaScript позволяет сделать вывод о том, что в нем есть полиморфизм. Смотрите, это слабо типизируемый динамический язык. Это значит, что типы в нем не указываются, они определяются в момент использования. Следовательно, мы можем в функцию или в переменную передать значение любого типа. И это уже есть полиморфное поведение. Сам по себе динамический полиморфизм говорит мало о чем. И нам интереснее рассмотреть именно, какой тип полиморфизма используется и вообще, как это все реализуется. И вот здесь хотелось бы разобраться. Но чтобы разобраться, нужно понять, что такое полиморфизм. Определение достаточно простое и неточное. Полиморфизм – это способность функции обрабатывать данные разных типов. Что это значит? Для программиста это значит то, что мы хотим написать код один раз, потом передавать туда данные с разными типами. И хотим, чтобы они единообразно в соответствии с поведением, заложенным в реализации, в коде обрабатывались. Как правило, приводят пример с числами. Есть у нас целые числа, есть вещественные. Мы хотим передать число в функцию и реализовать, например, функцию сложения один раз, не переписывая его под каждый тип. И в этом смысле здесь используется слово «обрабатывать» именно в значении того, что один и тот же алгоритм, один и тот же код без модификации и дополнительных проверок может обрабатывать разные данные. Но важно, чтобы при этом у данных было общее поведение. И вот для того, чтобы определить, что у данных есть общее поведение, можно использовать тип. То есть тип может характеризовать данные, в том числе и с позиции поведения. И если у нас есть две переменные разных типов, то понятно, у них может и не быть общего поведения. Но если у нас две переменные одинаковых типов, то мы ожидаем у них одинаковое поведение. Есть ситуация, при которой тип не содержит информацию о поведении. И принятие решения осуществляется на основе реализации. И вот каждый раз, когда мы смотрим, что там внутри в переменной, как у нас и что реализовано для того, чтобы принять решение о том, что может ли она единообразно обрабатываться или нет, мы в код добавляем явные проверки. И это очевидно ухудшает ситуацию с полиморфизмом. Для того, чтобы более детально разобраться с полиморфизмом в JavaScript, давайте еще посмотрим на то, как предлагается классифицировать полиморфное поведение. Во-первых, есть универсальный полиморфизм и есть ad hoc полиморфизм. Универсальный – это как раз истинный полиморфизм, который говорит о том, что мы можем передать любые типы данных и обработать их. Ad hoc – это специальный полиморфизм, который не считается настоящим. И вот через дополнительное уточнение можно понять, что универсальный бьется на две группы. Это параметрический полиморфизм, который говорит о том, что мы можем обрабатывать абсолютно любые типы, количество типов не ограничено. и они могут быть между собой не связаны. И полиморфизм включений или подтипов. Это ситуация, при которой у нас обрабатывается полиморф на только типы, которые относятся к одному суперклассу или супертипу, правильно сказать. То есть супертип это как раз та характеристика, которая позволяет нам принять решение, может ли конкретный тип быть обработан в данной функции. Если тип данных относится к этому супертипу, является его подтипом, тогда может быть. Если нет, то нет. Понятно, что полиморфизм включений это частный случай параметрического полиморфизма и реализуется он в основном в статически типизируемых языках, просто потому что так проще. А вот параметрический полиморфизм, он реализуется на практике достаточно сложно. Все дело в том, что для нормальной реализации параметрического полиморфизма нужны типы второго порядка. И там изникает достаточно много вопросов, связанных с реализацией таких типов. В простом случае, опять же, можно сказать, в псевдопараметрическом полиморфизме достаточно обычных дженериков для того, чтобы реализовать данный тип полиморфизма. Но опять же, его не очень любят и не считают, что он на самом деле параметрический в полном смысле этого слова. То есть получается, что параметрический полиморфизм, в общем-то, он самый честный, но и самый сложно реализуемый. А вот с отхок полиморфизмом все проще. То есть на самом деле используется перегрузка. То есть когда у нас есть разные типы данных, используются по факту разные реализации под этот код. Под эти данные используется разный код. И это делается через механизм перегруза. И используется приведение типов, когда мы знаем, что мы можем обработать не произвольный тип, а определенный тип. И мы просто делаем приведение входных данных к этому типу. Все это не очень честно, но гораздо проще реализовать на практике, чем истинный полиморфизм. Поэтому основной признак того, что у нас есть или нет параметрического полиморфизма в языке программирования, это наличие изменений, которые требуют типизации. Это наличие приведения типов или любых других проверок времени исполнения. То есть проверки времени исполнения, проверки, какая там на самом деле реализация под капотом, это все из серии ad hoc полиморфизма. Параметрический полиморфизм оперирует понятием типа и поведение получает через тип. Поэтому во многом, чтобы говорить о параметрическом полиморфизме, нужно говорить о развитой системе типов, о возможности получения новых типов. И в некоторых случаях, если мы говорим про механизм отключений, о иерархии типов. Получается, что без мощной системы типов параметрический полиморфизм – это большой-большой вопрос. Вот теперь давайте посмотрим на JavaScript. На самом деле система типов в JavaScript бедная, нерасширяемая. И здесь о иерархии типов и его расширении говорить не приходится. И с ней есть много нюансов. Начнем с того, что есть 8 типов. 4 из них примитивы – это undefined, number, string, boolean. И 4 сложных типа – это object, function, function, bigint и symbol. Symbol и bigint рассматривать я не хочу, потому что это новые типы и они явно реализованы через какие-то ad hoc методы. А вот остальные стоит посмотреть. Для того, чтобы понять, используется ли ad hoc полиморфизм относительно простых операций и примитивных типов, нужно понять следующую вещь. Если у нас есть две переменных одного типа, и мы применяем к ним полиморфную операцию, то результат должен быть того же типа. Если это не так, то, скорее всего, используется ad hoc полиморфизм. Смотрим, как реализовано в JavaScript. Два числа дают число, две строки дают строку, и это ожидаемое правильное поведение. Дальше простой тип undefined в сумме дает число. И это уже говорит о том, что явно используется либо другой способ сложения, либо используется приведение типов, что, скорее всего. Использование сложных типов тоже говорит о том, что используется ad hoc полиморфизм, потому что мы получаем вместо ожидаемого массива строку. А здесь, очевидно, должен был бы результат в виде массива, объединяющих суммируемые массивы. Таким образом, делая разные сложения, мы понимаем, что, очевидно, простые типы обрабатываются с помощью ad hoc полиморфизма, да и сложные типы с простыми операциями тоже. Если бы мы добавили сюда условия, то тоже заметили бы, что там используется приведение типов. Таким образом, здесь, очевидно, JavaScript использует ad hoc полиморфизм. Давайте посмотрим на более сложный случай создания новых инстансов, новых объектов. Здесь интересное тоже поведение в JavaScript. Смотрите, мы создаем число, ожидаем, очевидно, получить тип число, а получаем объект. И здесь это тоже говорит, на самом деле, о ad hoc полиморфизме. Почему? Потому что примитивные типы, оказывается, связываются только с литеральными значениями. И мы можем связать литеральное значение с переменной, и оно будет обрабатываться, как и по литеральному типу в простых операциях. Но как только у нас появится обращение к свойствам, какая-то сложная обработка, это значение будет обернуто в класс. А класс уже будет иметь тип объект. И, по сути, это говорит о том, что обертка — это и есть операция приведения типа. Ну, как минимум, это изменение типа к общему типу. И понятно, что если мы большую часть переменных всегда сводим к объектам, то это ad hoc полиморфизм. Это полиморфизм, использующий переведение типов. Соответственно, все, что обертывается, а в JavaScript это практически все примитивы, и в некоторых случаях мы используем классы и получаем на выходе тоже объекты. Но вот еще один пример интересный — это вот этот пример. Если мы создадим класс, то вместо типа A, напоминаю, что у нас в JavaScript не расширяется система типов, мы получаем function. Function на самом деле является подтипом объекта. Получается, что для практически всего, что у нас есть в JavaScript используется тип объект, и в некоторых случаях его под тип function. Это, казалось бы, явный запрос на полиморфизм подтипов, но вот здесь как раз возникает большой-большой вопрос. И он заключается в следующем. Смотрите, если мы сейчас возьмем и рассмотрим вот такой пример кода, то есть когда мы попытаемся сделать элементарное обертывание, мы получим, очевидно, тип number, который… не тип number, а класс number, который является, по сути, объектом. То есть у него тип объект. Когда мы возьмем две сущности одинакового типа, то есть и массив, и объект являются объектами, выполним однотипную операцию над ними, мы получим разный результат. То есть очевидно, JavaScript в зависимости от результата, в зависимости от содержания наших переменок, будет делать разные действия. Либо делать приведение типов, либо обертывание, либо будет проверять реализацию. То есть у нас нет поведения в соответствии с типом. А это главное условие параметрического полиморфизма. Далее, если мы посмотрим, JavaScript, в общем-то, не особо парится в случае, если ему надо переопределить поведение одного и того же типа в подтипе. То есть у нас массив — это объект, функция является по типам массива, по типам объекта, а функция или свойство length ведет себя разным образом. То есть она показывает совершенно разные характеристики. То есть получается, что JavaScript в реализации в коде постоянно делает, в общем-то, достаточно простые вещи. Он делает обертывание, приведение типов или переопределение. И все это — это методы ad hoc полиморфизма. И возникает вопрос, если мы это все обернем в функцию. То есть теперь у нас есть функция, которая принимает на вход параметры ABC. Эти параметры действительно могут быть произвольными. Сама обработка, вспоминаем определение, если у нас есть способность обрабатывать данные разных типов. Так вот, сама обработка, она будет выполняться в соответствии с ad hoc полиморфизмом. То есть мы будем брать примитив и в случае необходимости оборачивать его, приводить к другому типу. Мы будем брать функцию и работать с ней как с функцией. То есть именно конкретную ее реализацию проверять и дальше в зависимости от реализации делать какие-то с ней действия. Мы будем брать объект, который будет самым популярным типом и тоже проверять его какие-то свойства для того, чтобы сделать вывод. То есть получается, что несмотря на то, что функция у нас принимает параметры разных типов. И как я уже сказал, это не самая сложная реализация. То есть мы можем по указателю передать что угодно. Но потом в самом коде требуется уточнение в зависимости от реализации, как мы будем использовать эти параметры. То есть очевидно, это используется ad hoc полиморфизм. Очевидно, что сама по себе способность принимать параметры разных типов, причем этих типов очень мало, они ограничены и ведут себя специфическим образом. То есть если мы передадим bigint, символ и объект, у нас не получится на самом деле реализовать полиморфного поведения. Оказывается, что кроме формального совпадения с параметрическим полиморфизмом, реального совпадения нет. То есть все остальное, все что внутри функции, это уже чистый ad hoc полиморфизм. Единственное, что из-за иерархии объект функция, сюда со значительной натяжкой можно притянуть это полиморфизм включений. То есть да, действительно функция является подтипом объекта. Опять же мы можем это легко проверить. Но она опять же обрабатывается в соответствии со своей реализацией. И в этом смысле, если покопаться, то большая часть того, что полиморфно в джава скрипте, это ad hoc полиморфизм. При этом, конечно, есть функции первого порядка. Конечно, есть вот это формальное совпадение с параметрическим полиморфизмом. Поэтому, на самом деле, когда вы зададитесь вопросом, а какой полиморфизм используется в джава скрипте, то при желании вы получите абсолютно разные ответы. Вы получите и то, что там используется параметрический полиморфизм, и полиморфизм включения, и ad hoc полиморфизм. Но, на мой взгляд, все-таки динамическая природа джава скрипта дает нам динамический полиморфизм. И, в общем-то, основные методы достижения полиморфного поведения – это ad hoc методы. Все остальное – это уже такое, что называется, натянули сову на глобус. Вот такое мнение про полиморфизм в джава скрипте. Если есть что добавить, пишите в комментариях. На этом все. Спасибо, что слушали. До свидания. Продолжение следует...